МИИ это наш доступный способ защиты. Хотя бы один кто-то снимал. Не один, все. А что мы... Я не понимаю. Я-то уже и резонанс не был. Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Рустам, комедия Абдрахманов. Рустам Абдрахманов. Рустам Абдрахманов? Подполковник полиции. Я являюсь завестителем начальника депутата полиции города. Тихо, тихо. В последственной работе. Теперь в рамках уголовного дела у вас, я так понимаю, вопросы сейчас возникли. Давайте двое-трое со мной пройдите. Нет, давайте мы все пройдем. Все-все. Мы 15 человек. Мы 15 на 18 человек. Мы как можем. Вы нас хотите сейчас под уголовную ответственность подвести. Мы будем сидеть вот за это. Это действительно, это мы будем ограничены. Меня Сабанши Феркян звать. Я как... Господин Сабанши, давайте так. Подожди. Среди вас, дайте возможность мне сказать. Среди вас есть сейчас люди. Трое-четверо, чтобы был нормальный у нас конструктивный разговор. Чтобы я мог нормально разъяснить. Со мной пройдете. Видео фиксация у нас будет. И, сомневшим сомнение, я вас прошу. Весь лето-четверо, где мы все-нажды получили монархидные службы. Для этого мы сами в виде фиксации сейчас. Сомнение доверяем. Я говорю, я говорю, что вы все-нажды получили. Мы все в одинаковой степени привлекаемся к уголову, одинаково, поэтому не надо нас здесь два, три, пять человек, это не надо. Мы все, все одинаково будем на равных присутствовать, это во-первых, во-вторых, это дело уже получило резонанс, не только в Казахстане, а международный, поэтому здесь скрывать нечего. Никто ничего не скрывает. А почему тогда, нет, а почему, не надо, не надо, мы знаем, мы тоже не дети малые, пресса должна присутствовать, в любой цивилизованной нормальной стране пресса присутствует, особенно в открытых делах. Никто не отказывает от участия в прессе, я вам объясню, что у нас есть видеокамеры, вот наши сотрудники спецслужбы будут снимать, есть видеоматериал, то есть служба ГВД предоставит. Не надо через кого-то предоставлять кому-то, они имеют право напрямую снимать и напрямую сами давать им право. Давайте, непосредственно участники уголовного дела, кто был допрошен, со мной мы все пройдемте, на все ваши вопросы я отвечу. Мы сейчас будем допрошены, мы тоже активисты. Нам обдуваем, что мы сидим к 3 часам и с нами поговорим. Давайте еще раз поговорить. Да, вот этот вопрос. Только давайте один вопрос. Есть уголовно-процессуальный кодекс, в которой есть норма. Здесь и первая статья, которая прямо запрещает любому участнику уголовного процесса, в том числе и лицам, расследующим уголовное дело, разглашать данные или сведения, полученные в ходе досудебного расследования. В этой связи я сейчас вас призываю к тому, чтобы непосредственно участники, если здесь таковые имеются, чтобы был допрошен в рамках уголовного дела в следственном управлении, идти со мной. Я готов ответить на все ваши вопросы, которые есть. За призыв сейчас тоже нет. Допрошенных нет. Значит, с вами некому идти, что ли, получается? Тогда давайте я отвечу на некоторые вопросы, которые, возможно, будут допустимы, которые я смогу ответить. Наверное, некоторые вопросы за норму с этим весом 1 я не могу запрещать. Еще непонятно мне, и, я думаю, всем остальным тоже. Следствие ведет Абдулая. Он занимается конкретно этим делом. Вы хоть заместитель, но вы не следователь по данному делу. Поэтому мы заинтересованы из-за следователя услышать ответы на наши вопросы. Я вас послушаю. Я непосредственно руководитель этого следователя. Фамилия Абдуллаев, зовут его Владим. Я компетентен ответить на все ваши вопросы. Я не понимаю, а почему он сам не может? Мы не можем здесь дальше стоять. Давайте пойдемте. Давайте тогда все пройдемте. Все пройдемте. Я уже сказал. Здесь 15 человек. Что касается дисциплины, шума не будет. По одному человеку будем говорить, чтобы там базара не было. Пусть не боится, пусть выходит к нам. Но мы заинтересованы все выслушать. Почему? Потому что если 18 человек сейчас, получается, привлекает по 405-й статье, соответственно, остальные люди, это потенциальные тоже. Мы вчера увидели. Вчера я была. Я вчера зашла к Абдуллаеву. Он мне показал список запросов в банк. И там все наши фамилии написано сверху по статье 405, часть 2. Я видела все эти списки. И это было связано именно с тем, что мы снимали прямой эфир. Мы поздравили Мухтара Облязова с тем, что освободили политзаключенного. Все, кто там присутствовал, были в этом списке. Вы свой вопрос задаете? Я нахожусь на пробационном контроле. На каком основании Демеова-Жазерат? У меня еще не закончился срок по 405-й статье. Но мне заново открывают 405-ю статью, часть 2. Нового уголовного дела, открытого, как вы сейчас говорите, в отношении вас, производства департамента полиции нет. А за что тогда им акировку поставить? У нас есть уголовное дело, возгруженное по этой же статье 405-й, в котором мы сейчас ведем свои расследования. И вот в списке там от 15 до 18 человек. Есть статья 24 уголовного дела на полиции, который говорит о том, что в любом уголовном деле в ходе досудебного расследования необходимо обеспечить полноту, всесторонность и объективность расследования. Вот мы и пришли узнать это. Если вы были допрошены на уголовное дело, были допрошены... Нет, я пришла сама спросить, на каком основании меня заблокировали, мою дочь заблокировали и Оксану Шевчук заблокировали все банковские счета. У меня уже стоит блок. Зачем мне еще один блок? Вы не совсем правильно говорите в своей мысли. Блокирования таких, как у них, не было. Было на основании постановления следует выставлено временное ограничение. Так вот, а где это то самое? Блокировка. В банке мне дали блокировку именно. Это называется длинное ограничение. По последованию следует следующее уголовное дело. Срок этого ограничения не будет действительный. На сегодняшний день, на 12 мая, все ограничения со всех счетов с напитей. Кто вы говорите о том, кто вы говорите о том, что вы говорите? Незаконно признание. Незаконно признание. Я знаю, я юрист. А Есейский районный суд принял решение, которое не обнародовано. И там нет доказательств того, что экстремизм надуманный. Там нет доказательств. Поэтому я не признаю это решение лично. Это не отклонение по существу делаю. Это по существу. Раз вы сшилаетесь на это, я говорю вам, поясни не даю. По поводу выставленных ограничений на счета, банковские счета, я доступно отнесу. Наложен на арест, обдуваем в убийстве блокировок. Там не написано на 10 дней, это арест. А почему не написано, что сняты ограничения тогда, раз вы говорите? Мы сегодня их сняли. А, ну а куда пришли сейчас? 7 марта они были выставлены, 12 марта они сняты. Почему пришло уведомление в таком случае? Это банки. Счет еще не снят. Вот вы услышите, пожалуйста. Я вам сказал, с 7 марта выставлены ограничения со сроком до 10 суток. В настоящее время прошло 5 суток. Как вы сказали, он уже снят. На вашу карту госорганами наложен арест. Так. Сегодня соответствующие бумаги банки 2 уровня нами направлены. И сегодня у них течение ослабления. До чего это делалось? До чего? Я уже объяснил. Есть 201 статья, согласно которой я не могу раздражать все данные. Нет, вы сейчас четко... Можно секунду? Вы сейчас четко сказали, что привлечены к уголовной ответственности за идею ДВК. Я не говорил, что привлечены. Вы сказали, что мы поддерживаем идею ДВК. Подождите. Мне был задан вопрос, что за дело расследуется в депутатной полиции. Я на него ответил. Оно возбуждено в отношении тех лиц, кто активно на сегодняшний день поддерживает идею ДВК. Миллионы людей. А пятая статья о Конституции, куда вы с этим будете делать? В данном случае, в рамках этого уголовного дела, мы ничьи здесь еще не квалифицировали. Но у нас идеология еще не запрещена, если вы не в курсе. Тем более 16 марта. Поддерживать чью-то идеологию у нас нет запрета. Признали движение ДВК мирным движением. Нет, даже с учетом того, что Казахстан... По счетам, по банковским. Я доступно ответил. Давайте Аблаева ждать. Да, он сказал, выйди, поэтому мы его дождем. Нет, я только что он разговаривал, он сказал, я выйду сейчас к 3 часа. Или вы его сейчас не будете допускать до нас? Мы записали о том, что... Мы бы хотели написать коллективное заявление. Что это будет означать теперь, на данный момент? Что он означает вообще? Это список, который у вас в руках. Там есть моя фамилия, там есть... 18-й. Нет, просто мне... Вы на список огласите вообще. Насколько этот неприятный... Да, вообще я не касаюсь... Давайте, мне тоже ключи, я простой гражданин. Я тоже... Да, мне тоже ключи. Вы тоже актименты. Объясните, пожалуйста, вот по какой причине вы его слушаете. Нет, все хорошо. Так, в прошлом году... Мы же договорились за мою поддержку ДВК. Почему повторно идет? Я же за это отсидела. Я получила срок ограничения. Сейчас я нахожусь на пробации. Ваши признания подозреваемые? Мы не знаем. Нам счета уже заблокировали? Это значит, подозреваемые? Ваши есть и квалифицировали? Вот сейчас выйдет Абдулай, и нам все равно... Уже прессинг идет. Есть он? Это вопросы к нему, не к нам. Вы не знаете, чем занимаются ваши сотрудники? В данном случае я хотел бы ваши слова подчеркнуть еще раз. Вот то, что вы говорите, что уголовное дело возбуждено по тому, что мы поддерживаем идею ДВК. В пятой статье Конституции мы прекрасно знаем, что там прописано. В республике Казахстан признается идеологическим и политическим многообразием. Причем здесь, что мы идеологически поддерживаем ДВК? Если мы поддерживаем программы ДВК, это не значит, что мы поддерживаем и состоим ДВК. Так же мы поддерживаем идеологию Америки, так же мы поддерживаем идеологию немецкой, германской, любой другой цивилизованной политики. Почему мы не можем поддерживать идеологию ДВК? И почему из-за этого нас должны преследовать по 405-й статье? Вот это для нас непонятно. И в соответствии с этим мы хотели написать коллективное заявление. Асхад Жихсибаев. Меня Жихсибаев Асхадзор. Асхад Жихсибаев. Асхад Жихсибаев. Жихсибаев. Я на все ваши вопросы отвечу тогда, когда ваши действия будут квалифицированы в рамках уголовного дела. На следующий момент этого всего нет. Вот сейчас я суть вашего вопроса просто понять не могу. Нет, я ваши слова хочу понять. Это реакция на ваши слова. Ответ на ваши слова. Вы сказали, что это дело расследуется в связи с поддержкой идеи ДВК. Это ваши слова. В производстве депутатов полиции города Алматы находится одно уголовное дело. Возвученное по статье 45 уголовное обслуживание нашей республики. На основании незаконного решения суда. Еще раз говорю. Я докажу в любом месте, что это незаконное решение Ессейского суда. Но я не правом очень комментировать. Законное было это решение, либо оно было незаконное. Это очень просто полиция. Там нет доказательств экстремизма. Департаменту полиции, ни КМПТ. Это надумано, чтобы его так как раз преследовать. Есть это решение, которое вступило в законную силу. Согласно этому решению, эта партия признана. Деятельность этой партии... Незаконно признана, необоснованно. Теперь, на территории города Далмуты возбуждено уголовное дело по отношению лиц, кто активно поддерживает идеи этой заключенной партии. Идеи, да? Идеи, да? Идеи, идеология. Вы сказали сейчас идеи. Идеи, деятельность этой партии. А теперь можно до вас спросить, а что, теперь мыслить нельзя, что? Если вы за идеологию нас преследуете, нам даете 405-ю уголовную ответственность, нам что, теперь мыслить нельзя? Я сейчас понял одно, что у людей были вопросы касательно банковских счетов. У вас есть, у меня ведь 405 лет, у нас ходят банковские счета, в связи с чем были наложены ограничения, я ответил. Руслан Морзан. Сегодня срок ограничений до 10 суток. Сегодня некоторая часть, на которую нам было ранее наложено ограничение, не смеет. Объемная часть снимется сегодня, возможно завтра еще. Руслан Морзан, я вам задавал вопрос, вот что означает теперь вот вы... А вы можете... Моя фамилия, что она будет означать завтра? Подождите, мы свое расследование. Что это будет означать завтра, я не знаю, мы свое расследование проводим. Давайте тогда, раз уж мы здесь все собрались, давайте вот здесь и проведем, и спросим у вас. Вот как у нас. Есть специальная процедура, есть сверок, который, если посчитает необходимым, в рамках Леондио, он вас повестит, вы заместите себе. Нет, а теперь, если я завтра поеду на другую шабашку, вы меня завтра захотите, ну, захотите меня позвать, вы меня с этой шабашки заберете. Вызовите к себе, и я, естественно, не смогу заработать деньги. Как вы тогда у меня... Нарушаются права человека, как это... Я не утрирую. Можно еще вам... Сейчас, сейчас, сейчас. Договорюсь, если будет необходимость вас допрашивать к вам к нашему уголовному делу, который вы поставите в нашем расследовании, ваш адрес будет отправлена повестка с наказанием времени, даты, 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 даты. Какой кабинет? Вот тогда, когда вы придете, будете готовы... То есть, по этому делу ко мне должна быть прийти повестка, да? Ну, все, чтобы потом не было такого, когда меня без повестки забирают, это было такое. Если будет необходимость. Но с повесткой, обязательно с повесткой, да? Что бы не было потом, не было таких... Гражданских мы тоже тогда пойдем, да, к вам? Сейчас 18 человек начали. Мне тоже идеология подходит, идею вот поддерживаю. Я простой, гражданин Республика, пожалуйста. У нас в Казахстане есть, в которой идеология подсказывает ход президента. Давайте вот так. Вы идеологию скажите, мы будем поддержать. Давайте вот так. Если есть. Я обращался на все вопросы. Можно я еще один вопрос задам? Можно один вопрос задам? Вот сейчас нарушены были права наших людей. Некоторые из них, например, из-за этого какие-то операции не сделали. Кто будет компенсировать вот это все? Давайте так. Есть прямо предусмотрена нормами УПК процедуры по установлению временного ограничения, которым мы настоящим своим постановлением установили. Это не арест, это не судебное решение. Мы эти рассчитания не арестовывали. Это временное ограничение. А почему время? Мы провели свои следственные оперативные мероприятия. И по мере минувания надобности эти ограничения отпадают. Никаких нарушений консервных прав в этой части. А вы гарантируете через 10 дней, чтобы разблакали? Уже в течение пяти суток судника, определенная часть была сняты. Некоторые люди получили какие-то проблемы из-за того, что они были арестованы. Ну ладно, ограничили. В этой части можете письма нагреть. Компенсацию кто будет? Вот давайте за всех не надо говорить, чьи, как вы считаете, были права нарушены, этот человек напишет официальное заявление. Вы можете нам список показать? Список можете показать сейчас? 18 человек, которые сейчас... 18 человек. Может мы тоже... Уголовному делу, которые... Уголовный, вас вызывал кто-нибудь в ДВД следует? Нет, я тоже под поддержкой делу. Меня тоже завтра могут вызвать? Ну как вызовут, когда вы станете участниками уголовного дела, тогда мы будем с вами дальше вызывать. Хорошо? А так сейчас любой человек может прийти и задавать этот вопрос. Сейчас 18 человек в жизни. Хорошо. Вы можете... Все, я имею списки. Я хочу узнать, значит, полный список. Ваши счета были заблокированы? Да. На сегодняшний день ограничение СНК? Не знаю, откуда есть. Через банк надо будет поинтересоваться, возможно, уже СНК. СНК. Ваши счета будет поинтересоваться. Какие люди будут поинтересоваться? СНК. Пождеще будет. Какие люди будут поинтересоваться? Продолжение следует...